Памятник установят рядом с аллеей Росгвардии. Сейчас идет подготовка постамента, уже установлена стелом. Он посвящен сотрудникам ведомства и другим представителям правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Посмотреть, как идут работы, приехал ветеран СОБРа Олег Лазуткин. В специальный отряд быстрого реагирования он пришел в 1993 году. Когда только начиналось формирование за плечами командировки в Северный Кавказ, орден мужества получил за командировку в Чечню. Был там командиром сводного отряда, участвовал в первом штурме Грозного. Я думаю, что создание памятника – это как раз то выражение нашей признательности, та память, та скорбь, которую мы чтим и несем в наших сердцах. Это как раз то выражение, которое этот памятник будет олицетворять. Сейчас на сайте администрации города идет обсуждение. Жителям Рязани предложили высказать свое мнение о том, как они относятся к установке памятника. Памятник ставится конкретно кому-то, я так думаю. Сотрудникам Росгвардии, но если это надо, то конечно, почему бы нет. По словам скульптора Александра Рожникова, памятник установят на средство благотворителей. Он представляет собой композицию с 11-метровой стелой. В ее верхней части силуэты четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших. На гранитном постаменте разместят три бронзовые фигуры воинов разных эпох. Одна из них изображает героя России Дмитрия Серкова с девочкой на руках, образ надежно защищенного будущего поколения России. Даже одежда воина-спецназов самая реальная, то есть со всеми, скажем так, элементами современного снаряжения. Даже автомат системы ВИТИС, супер-современный автомат, с оптикой ночного видения, нового видения, с подствольным донатометом, ну и так далее. То есть очень современное оружие. Это было рекомендовано командующим спецназом Росгвардии. За три года существования Росгвардии более тысячи военнослужащих и сотрудников удостроены государственных наград. 19 из них посмертным. И мы посвящим памятник, который планируется установить в Рязани в сентябре этого года. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».